Всем привет! С вами снова Илья. У нас обзор и прогноз криптовалютного рынка на 9 января уже 2019 года. Так как это, наверное, мое первое включение в этом году, я вас всех поздравляю с прошедшими праздниками, с прошедшим Новым Годом. Сложно что-то пожелать. Наверное, самое главное, чтобы те цели, которые вы обозначили для себя в этом Новом Году, они максимально реализовались. Потому что мы все знаем, что то, что вы говорите накануне Нового Года и то, когда вам необходимо эти цели реализовывать, это две абсолютно разные плоскости. Поэтому вот такое вот мое небольшое пожелание, чтобы только конкретно ваши цели, они реализовались. Что же касается криптовалюты, криптовалютного рынка и рынка в целом, то предлагаю вам на странице сообщества у меня на YouTube-канале ознакомиться с моим небольшим прогнозом. Здесь глобальный прогноз на 2019 год по классическим рынкам и по рынку криптовалют. То есть часто у меня просят спросить, а скажи, как ты думаешь, что будет потом? То есть не что будет завтра, не что будет послезавтра, не через неделю, а что будет в целом глобально. Я не любитель таких прогнозов давать, но вот в честь Нового Года, в честь начала этого года решил такое свое видение высказать, чтобы потом для себя под конец года понять, насколько я был близок к истине и насколько это будет действительно так. Сейчас перейдем непосредственно к рынку. Биткоин учтиво нас подождал. В принципе, он все праздники торговался возле 4000 долларов без особых резких движений. Почти тот же самый можно сказать и о многих других криптовалютах, кроме, например, трона, который стабильно рос, кроме эфира, который стабильно рос, ну и, наверное, к карданам. Ну и там еще несколько, возможно, криптовалют других менее высокой капитализации. Давайте посмотрим на биткоин, после этого перейдем к эфиру. Для начала биткоин. Я уже немного сегодня описывал ситуацию, которую я вижу в телеграм-канале, но тем не менее повторю. Поэтому здесь, когда еще биткоин у нас вот в этой вот зоне находился, я как раз телеграм-канал пост писал, что когда какой-то актив, он выходит за уровнем и начинает там сразу прямо рядом с уровнем консолидироваться, я не считаю, что это очень хороший бычий сигнал. И я сейчас хотелось бы объяснить, что я имею в виду. Смотрите. У нас здесь была такая вот зона накопления. У нас был довольно сильный уровень. Там 4090 долларов. Да, вот мы здесь от него отбивались, здесь от него отбивались и после этого пробили и, видите, начали его отрабатывать уже с другой стороны. Причем несколько раз вот такая вот консолидация. Многие называют это закреплением за уровнем, но мне такое определение не нравится, потому что они воспринимают это как сигнал позитивный. То есть, если за уровнем якобы закрепились, то впоследствии пойдем выше. Но это не всегда так. Я сейчас вам покажу и нарисую. Смотрите. Предположим, мы находимся в каком-то боковом коридоре. Вот скажем вот таком. После этого у нас там сформировался уровень. Предположим, вот этот мастер рисования. И далее мы видим, что у нас цена выходит выше и начинает вот так вот этот уровень, например, отрабатывать или просто выше этого уровня фиксироваться. Здесь причем диапазон сравнительно небольшой, нежели вот здесь. Это для меня не является бычьим сигналом, не является позитивным сигналом и сигналом закреплением за уровнем. Чаще всего мы или здесь сразу уходим наверх, или после одного отбоя, если уходим наверх, то это хорошо. Но если мы здесь начинаем топтаться, как правило, это означает, что мы просто собираем тех, кто здесь будет в лонг открываться. Здесь, то есть мы пробили уровень и начинаем там останавливаться. Многие начинают заходить в лонг, многие начинают покупать. В итоге образуется большая ликвидность на покупку. И именно в нее можно разрядиться в продаже. Поэтому более для меня бычий сигнал и более позитивный сигнал, это скорее, когда мы идем и начинаем возле уровня, не доходя до него, вот здесь вот консолидацию. И вот здесь начинается большая, наоборот, активность продавцов. То есть люди видят, что в боковом диапазоне мы консолидируемся возле верхней границы и начинают, наоборот, здесь продавать чаще. И вот после этого уже начинается вот такой вот рост, это более позитивный сигнал. То есть я выделил вот такой вот примеров несколько. Смотрите, то есть вот здесь, например, консолидация после пробоя уровня. Вот здесь консолидация после пробоя уровня. И многие это считают закреплением за уровнем, например, 3400 и дальнейшее движение вниз. Но, как правило, это наоборот, мы здесь собираем ликвидность и после этого выстрелим уже в обратную сторону. Вы таких примеров можете найти много. А если, то есть, ну вы хоть раз вот именно наблюдали за пробоем уровня, как он происходит, то начинается с того, что мы подходим к уровню. И здесь, ну вот на таких таймфреймах будет редко заметно, это аж 4. Но на там M5, M15 будет очень хорошо заметно, как мы здесь начинаем проторговываться. Там начинают принты такие идти прям за подряд. И после этого мы резко вырываемся. Вот это вот более позитивный сигнал на пробой уровня, нежели вот такой. Поэтому, ну вот сейчас мы видим, что, например, вниз и пробивает. Поэтому с этим делом аккуратнее. На мой взгляд, вообще вот само понятие закрепления за уровнем и в том классическом понимании, которое показывают, это очень устаревшее понятие. И это понятие с практикой, ну редко имеющее какую-то действительно связь. И многие, кто торговал реально, вот такие вот ситуации, они со мной согласятся. Здесь никакого смысла для крупного игрока держать цену нет. То есть, если он хотел набрать позицию, он набрал ее вот здесь. Если ему нужно донабрать каким-то образом, ему достаточно один раз вернуть цену вниз. Здесь уже начнутся панические небольшие распродажи. И уже после этого он выкупит. А попускать вниз и держать, это скорее он лонгистов набирает, чем шортистов. То есть, он набирает себе конкурентов. А ему наоборот нужно контрпозицию занять по отношению к толпе. И в данном случае этот сетап для этого не подходит. Вот. Поэтому, также я написал в телеграм-канале, что сейчас, знаете, гадать это. Ну, больше гадание на кофейной гуще и там сотрясание воздуха относительно того, куда сейчас цена пойдет. Все же нужно смотреть, что будет с 4 400 или с 3 400. Сейчас глобально мы вот в этом вот боковике находимся. Что касается, ну, локального движения, мне кажется, что мы больше вниз направлены. Но, опять же, по той причине, почему он показал сейчас сетапы, которые этому соответствуют. Поэтому, я думаю, что мы еще пойдем какие-то, возможно, стопы сбивать вниз. Ну, и глобально мы надо смотреть за развитием уровня 4 400 и 3 400. А 3 400 у меня ордер на покупку стоит, но он с небольшим стоп-лоссом. Поэтому я сразу выйду, если мы уходим ниже. А сейчас в такой полупозиции какой-то покупать или там продавать. Это, ну, пограничные трейды. Я просто на них сейчас пойти не готов. И необходимо смотреть взаимодействие с уровнями вот этим и вот этим. Теперь, что же касается эфира. По эфиру. Безусловно, там есть события, которые сейчас вокруг эфира, в том числе и по форку, которые, ну, дали ему позитива и он вырос. Но я все-таки не вижу по эфиру сейчас и с технической стороны продолжения этого роста. И со стороны того, что нет поддержки по отношению с биткоином и с первой криптовалютой. Почему? Если рынок нейтральный, то, в принципе, многие криптовалюты, которые за топ-10, за топ-15, ну, то есть не обладающие большой капитализацией, они могут вырасти без поддержки рынка. Потому что у них капитализация очень низкая. Вот, например, берем какой-нибудь тот же там. Давайте трон возьмем. У него там два ярда капитализации. Ну, это, по сути, копейки относительные. И его толкнуть намного проще, чем тот же эфир. Да, то есть, видите, эфира 15 ярдов, это 8 раз больше. И здесь вот такую криптовалюту протащить долго, без поддержки рынка, без роста рынка практически невозможно. То есть, вспомните пример того же Ripple, который там с 25 центов начал расти. Его хватило очень ненадолго, буквально там до 75 центов в моменте, но потом он сразу же откатился. То есть, как бы там хорошо не было толкать какую-нибудь криптовалюту, все равно какой-то предел есть. Есть предел сил. И эфир как раз из тех криптовалют, которые нужна поддержка рынка. И в данном случае, если он ее не получит, то здесь и с точки зрения сопредельных рынков, с точки зрения технической картины, потому что мы сейчас выходим выше вот этого вот локального максимума и не можем там никак его пройти уже который раз, то вы понимаете, здесь я все-таки больше склонен к тому, что эфир я добавлять и как-то покупать даже с какими-то короткими стоп-лоссами не готов. Поэтому такие дела по эфиру, такие дела по BTC, если подытожив, каких-то сделок я сейчас совершать не буду. Единственное, что у меня стоят вот здесь ордера и если мы также уходим выше 4400, то я здесь буду покупать. Ну и также я уже писал в этой статье, что я решил, что в этот год я зайду с определенным инвестиционным капиталом по криптовалютам. Как я это делал в 2017 году, я определял 10% от общего инвестиционного капитала криптовалюты. Также и в этом году я еще, ну пока решаю, от 5 до 10% я в качестве инвестиций здесь все-таки определю. Но скорее всего будет это только биткоин, либо возможно там биткоин плюс еще какая-нибудь криптовалюта. Портфеля составлять не вижу смысла. Мы видим, что рынок абсолютно сопредельный и здесь разница, там у вас Монеро или какой-нибудь лайткоин, ну она очень небольшая. Вот такие дела. Напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять. Формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, до скорого, всего хорошего и пока.